Я приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию всех телезрителей канала ТБН. Пусть Бог благословит всех нас сегодня в конце этого уходящего, замечательного 2019 года. Кто из вас может признать, что этот год был прекрасным, замечательным? Аминь! Аминь! Церковь так должна реагировать. Церковь не может сказать, о, все плохо. Мы же не ропотники, правда? Мы же не из бунтовщиков. Но мы знаем, что Бог с нами, поэтому наша жизнь замечательная, особенная. Это не значит, что нет трудностей, это не значит, что нет проблем, но это значит, что Бог помогает нам справиться с любой проблемой и пройти через любое испытание, и через любую трудность, и в результате иметь радость. Аминь! Мне, знаете, в последнее время прям так хочется, чтобы оно иногда просто зависло. Мне так не хочется, чтобы дальше это время шло. Иногда хочется, Господи, останови как-то это время. Мне так нравится жить. Мне так нравится переживать присутствие Божие. Мне так нравится что-то делать вместе с Богом. И эту привилегию Бог дал своим детям, сыновьям и дочерям. Я думаю, насколько же прекрасной вечности будет там, где нет никакого греха, где нет никаких искушений, где нет вот этого зла давящего, где нет вот этих вот извращений всех. Как же там прекрасно! Конечно, там хочется быть. Конечно, там хочется быть всегда. И именно для этой вечности Бог всех нас сотворил. Аминь! Мы даже не можем себе представить, чего бы мы лишились, если бы однажды на эту землю не пришел наш Спаситель Иисус Христос, который умер вместо нас, платя за наши грехи, избавляя нас от власти дьявола. Мы даже не можем себе представить. Наверное, только там, на небесах, когда придем и увидим, чего бы мы лишились. И как здорово в вечности мы сможем по-настоящему, по достоинству, благословлять Бога, прославлять Его и петь Ему вместе с ангелами, «Свят! Свят! 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 Ты прекрасен Бог! Как Ты нас спас! Как у Тебя это получилось!» Пусть имя Твое будет благословенно во веки веков. Аминь! 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 Драгоценные, я поздравляю вас с Рождеством Иисуса Христа, с наступающим Новым Годом. Пусть Господь благословит каждого, каждую из вас, кто уповает на Бога Живого, на Настоящего. Мы знаем, что каждый, кто надеется на идола, будет рано или поздно посрамлен. Потому что идол жизни не дает, идол благословения не дает. Что такое идол? Идол – это подделка Бога, это тот, кто претендует на Бога, на господство Бога в нашей жизни. Но есть только один, настоящий, истинный Бог – это наш Спаситель Иисус Христос. Он дает жизнь вечную, Он дает совершенную радость, Он благословляет по-настоящему. Пусть Он благословит вашу жизнь в следующий год, и пусть у вас с Ним все получится. Аллилуйя. Аминь. Вы знаете, мне иногда нравится смотреть такую передачу, она называется «Слепые прослушивания». Кто знает? Ну, мало кто знает, мы же телевизор не смотрим, понятно. Но вот как-то я открыл для себя, даже не помню как, но иногда мне прям нравится посмотреть вот эту программу «Слепые прослушивания». И суть там в том, что сидит ряд экспертов, они профессионалы, они известные личности там вот в музыкальном творчестве, и они сидят спиной к тому, кто выйдет. И из-за кулис выходит там мужчина или женщина, парень или девушка, дети иногда, значит, там участвуют, и они начинают петь. Они поют, а вот эти эксперты, которые сидят, они набирают себе команды. И вот если им нравится то, что они слышат, они там наживают кнопку и поворачиваются лицом к тому, кто поет. Если не нравится, они просто сидят, слушают, там размышляют, но не поворачиваются лицом. И мне так интересно наблюдать, когда иногда прямо с первых каких-то нот, когда с первых звуков, с первых слов, которые произносит этот певец или певица, они прямо реагируют, вау, нажимают и поворачиваются, им дальше хочется просто смотреть, как этот человек поет, как он исполняет все это. А иногда они просто сидят и от начала до конца всю песню просидели, там эмоции свои как-то выражают, ну мол, ничего, нормально, типа старается, да, но как бы обойдемся. То есть этот человек в команде моей, в общем-то, не обязательно, чтобы был. И вот я думаю, что интересно, какие-то ноты, какие-то слова, какое-то звучание, что-то цепляет этих профессионалов так, что они иногда сразу поворачиваются. Иногда в процессе, в средине где-то песни или в какой-то части этой песни они все-таки решают, вау, это классно, а она молодец, у него супер получается. И они разворачиваются и говорят, и тем самым говорят, я хочу, чтобы ты был у меня в команде. И там много радости в результате и так далее. И мне однажды мысль пришла. Я думаю, интересно, а вот Бог, Он смотрит на нашу жизнь. Интересно, есть что-то такое в нашей жизни, что Его вот так бы привлекло, что Он бы раз и обратил на нас внимание. Или, в общем-то, Он все равно заранее все знает, Он смотрит на всех, и для каждого у Него судьба прописана, и, в общем-то, вот такое Его отношение. Либо все-таки есть что-то, что Бога по-настоящему может зацепить, и Он обратит внимание на человека. Вот такие размышления ко мне пришли. Не знаю, как бы вы ответили на этот вопрос, на эти размышления. Я вам хочу предложить одно местописание. Это молитва такая интересная, которой Бог научил Моисея, и Он сказал, благословляйте так народ Божий, благословляйте народ Израилев. Эта молитва записана в книге Чисел, в 6 главе, с 24 стиха. Я вам прочитаю. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Многие знают эту молитву наизусть. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И я читаю это, и как бы между строк слышу, как Бог говорит, живи так, чтобы я посмотрел на тебя. Живи так, чтобы я благословил тебя. Я хочу благословить тебя. Но кто из вас знает, что не все подряд Бог на этой земле благословляет? Однозначно. Есть то, что Богу нравится, есть то, что Богу вообще противно. Есть то, что написано, Он изрыгнуть готов. Скажите, это не про Бога. Читайте, там так написано. Это книга Откровения, могу даже подсказку дать. Найдете, почитаете. Так вот, оказывается, Бог говорит, живи так, чтобы я благословил тебя. Живи так, чтобы я обратил свое внимание на тебя. Живи так, чтобы я мог посмотреть на тебя. Почему? Потому что, если Он благословит, то защита Его будет на тебе, сто процентов. Никто, ничто не сможет с тобой сделать. Потому что, если Он обратит на тебя свое внимание, если Он посмотрит на тебя, то милость Божья будет наполнять твою жизнь. Если Он обратит свое внимание на тебя, то никто, ничто, мы сегодня песню пели, что кто может сделать, если Бог за нас? Если Он за нас, кто может быть против нас? Если Он обратит свое внимание на тебя и обратит свое лицо на тебя, то мир Божий, который превыше всякого разума, наполнит твое сердце. И ничто не сможет тебя увести куда-то в депрессию, в разочарование. Я уверен, что человек, живущий с Богом по-настоящему, для него где-то чуждо, наверное, даже это понимание, что такое депрессия. Но мы все вышли из мира, из язычников, поэтому нам всем вкус этого чувства знаком. Но если жить с Богом, вот сколько я живу с Богом, в принципе, мне это чувство уже незнакомо. И оно где-то далеко-далеко, там в отголосках прошлого, где-то. Я помню, как все было плохо, но с тех пор, когда я уверовал в Иисуса Христа и пригласил Его в свою жизнь, с тех пор, когда мой путь начался вместе с Ним, трудности были? Были. Проблемы были? Ну, конечно. Но так, чтобы сказать, что какая-то депрессия, что жить не хочется, что не знаешь, как совсем уже быть, что не знаешь, как быть тоже бывает, да? Но вот что жить не хочется, что прям вот все, тупик совсем такой, такого, наверное, нет. Я думаю, что ни разу, в принципе, я не помню, чтобы такое было. Конечно. Потому что если Бог за нас, кто против нас? Поэтому мне хочется задать вам этот вопрос. Что же, интересно, заставляет Бога все-таки как бы повернуться в твою жизнь, обратить на тебя свое лицо, посмотреть на тебя, обратить на тебя свое внимание? И мы читали только что, что Он хочет этого. Он говорит Моисею так, благословляй сынов, показывай им, что я хочу этого, я хочу благословить, я хочу посмотреть, я хочу обратить внимание, я хочу жить вместе с человеком. Пусть Он живет, соответственно, чтобы я мог все это сделать. Тогда вопрос, что же мне надо сделать? Есть ли вообще такое в Библии, чтобы я мог понимать? Знаете, когда я стал размышлять, я подумал, что Бога все-таки много чего привлекает. Богу много что нравится, есть много разных вещей. Вы, конечно же, можете сказать, вера, любовь. Это однозначно, сто процентов. Богу нравится, когда это проявляется все через человека. Но сегодня у нас не так много времени. Я хочу предложить вам в конце этого года посмотреть, как Иисус, Христос наш Господь, выбирал себе учеников. И, во-первых, надо признать, что Иисус выбирал себе своих учеников. Кто знает об этом? Иисус выбирал себе своих учеников. Посмотрите, в Евангелии от Марка, в третьей главе, в 13 по 15 стих написано так. «Потом зашел на гору и позвал к себе сам, кого сам хотел». Кого сам хотел. И пришли к нему. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Вот как все это происходит. Иисус приближает к себе. Он зовет, кого хочет. Он обращает внимание на определенных людей и в результате. Он первое. Он говорит, «Первое, я хочу, чтобы ты просто был со мной. Это первое. Я вижу тебя не просто работником каким-то, не рабом каким-то, который будет исполнять мою волю. Я просто хочу быть, чтобы ты был со мной в команде. Я просто хочу, чтобы ты был частью моей команды. Мне нравится что-то в тебе. Мне нравится, я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Это первое. А потом он дает власть, а потом он дает силу, чтобы изгонять бесов, чтобы исцелять больных, чтобы была способность проповедовать Слово Божье, чтобы человек услышал истину. Интересно. По каким критериям? Интересно. Что же зацепило все-таки Бога в тех людях, которых впоследствии он назвал своими учениками, а позже апостолами? Я обратил внимание, что не про каждого из учеников написано подробно, но 5, про 5 из всех 12 написано достаточно, если не сильно подробно, но все-таки мы можем что-то увидеть. Поэтому я хочу сегодня обратить ваше внимание на 5 учеников Иисуса Христа, на которых обратил внимание сам Господь Иисус. Итак, первыми, кого Иисус призвал в свою команду, это были Симон Петр и брат его Андрей. Давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 5 стих прочитаем. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие, а Он стоял у озера Генесарецкого, увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. И вот я вижу, как Иисус подходит, учит весь народ, но взгляд Его останавливается на этих рыбаках. Они трудились всю ночь, они просто пахали всю ночь. Знаете, когда вот это слово там трудились, и Петр отвечает Иисусу, он говорит, мы трудились, если вы посмотрите в оригинале, как звучит на греческом языке это слово, то увидите, что они не просто трудились, они очень тяжело трудились. Написано, там перевод такой, что до изнеможения, то есть они умотались. Другими словами, Петр сказал Иисусу, мы умотались, мы вообще еле стоим на ногах, у нас нет никаких сил. Понимаете, вот эта работа рыбаков, когда они закидывают сети, потом вытаскивают, потом опять закидывают, тащат, вытаскивают. Вода тяжелая, где-то водоросли, где-то непонятно чего, они тащат, опять закидывают. Представьте, всю ночь они трудились. Они реально были просто вымотанные. Там никаких сил уже, все, что они могли делать, там кто-то что-то слушает, там кто сел там в их лодку, им уже без разницы, куда там поплыл, мне кажется, ровно вообще. Они просто сидят, эти сети вымывают как-то. Но понимаете, одно дело, когда ты потрудился всю ночь, речь идет о мужичках причем, и у тебя улов есть, и ты чего-то достиг, ты работал, работал, пахал, пахал, и потом тебе зарплату дали нормальную. Но она перекрывает, наверное, все тяжести ночи. Она перекрывает все эти трудности, все ситуации, которые там возникали, и у тебя внутри есть удовлетворение. Мужички здесь есть? Аминь. Кто так же чувствует себя? Да. Я знаю, что когда у мужчины что-то получается, как бы ему тяжело не было, у него внутри там что-то радостное такое. Вот ремонт заканчиваешь, когда, и ты обои там наклеил, и ты ходишь, смотришь, думаешь, что-нибудь еще интересное, это видит или нет? Надо кого-нибудь в гости пригласить. Вот. И ты готов объяснять, там, как все это было, как тебе было тяжело, но ты все-таки это смог сделать, ну и так далее. Да? Все мужчины меня понимают. Женщина, наверное, немножко по-другому, но я думаю, тоже чувствует особенное удовлетворение от сделанной работы. Правда же? Но вот когда ты вымучился, но вот когда ты вымучился, когда ты оставил там все свои силы, а в результате выхлоп ноль, вот тогда, я думаю, вдвойне сложнее, втройне, в пятерне может быть сложнее. И вот это состояние было у вот этих рыболовов. Написано, они были рыболовы, они были трудяги, они по-настоящему могли пахать. И когда не было никаких сил, и вдруг они услышали. Вы скажете, откуда они понимали вообще, что это, ну, Господь, что вот по слову Твоему, это мы сегодня так относимся, слово Иисуса Христа для нас, все, но тогда это был перед ними какой-то обычный человек. Знаете, на что я обратил внимание? Я думаю, там была какая-то предыстория, хотя разные Евангелия немножко с разными оттенками эту историю показывают, но все-таки, то, что мы с вами прочитали, это записано в Евангелии от Луки, да, в пятой главе. А в четвертой главе написано, что Иисус пришел в дом тещи Петра. Интересно, я когда это увидел, думаю, странно как-то, я так думал, что сначала с Петром познакомился, потом с тещей, а тут я смотрю, в четвертой главе он зашел в этот дом, и он, потому что его туда пригласили, потому что теща была одержима горячкой, у нее была высокая температура, никто не знал, что сделать, врачи не помогали, и позвали Иисуса, который был неподалеку, и сказал, помоги. Иисус пришел, запретил горячки, горячка оставила ее, и она начала прислуживать, прислуживать так, что потом Иисус всю ночь, по всей видимости, в этом доме исцелял больных, освобождал от бесов, и только под утро ушел. Она все это время прислуживала. Я представляю, потом приходит с работы Петр, и она ему рассказывает, зятек, ты представляешь, сегодня в доме у нас, не то что в доме, недавно ушел, это потрясающий человек, это необычный человек, он изгонял бесов, и они выходили, слепые, прозревали, ты не представляешь, какие чудеса я сегодня ночью видела, как будто во сне, но это не сон, посмотри, тебе все расскажут, я была больная, я не могла вылечиться, а теперь я здорова, ты посмотри. Я думаю, что она под впечатлением рассказывала Петру, и Петр заинтересовал, интересно, он знал свою тещу, чтобы она себя так вела, и чтобы вот так вот эмоционально про кого-то рассказывала, просто чудо какое-то, и вот он видит, это по всей видимости то, о ком она рассказывала, и он говорит, учитель, наставник, мы вымотались, да нельзя, все, сил больше нет, не пошевелить ни рукой, ни ногой, но по Твоему Слову мы закинем сети. Вы знаете, что это для них было? Это для них было что-то нереальное вообще. Вот чтобы взять опять эти сети, поднять, которые они только что почистили, причем они понимали, что нормальный улов только ночью может быть, а тут уже утро, уже все расцвело, и сейчас на глубину туда идти, плыть опять, пустая трата времени, но Слово Божье, оно перевесило. Они поверили, что это Слово, которого надо послушаться. Вы знаете, я думаю, что привлекло Иисуса. Его привлекла вот эта способность этих людей трудиться на основании Божьего Слова, когда своих сил вообще не осталось. я сегодня так много вижу, как люди трудятся ровно из своих сил. Апостол Павел потом говорит, что мы трудились по силам и сверх сил. Потом он подчеркивает там качество одной церкви, и он тоже говорит, что вы трудились по силам и сверх сил, я свидетель. Понимаете, Библия подчеркивает одну удивительную способность у человека и восторгается этой способностью. Что это такое? Трудиться для Бога, когда твои силы заканчиваются. Или твои силы просто закончились. Мы не так давно были на одном саммите, очень интересном лидерский глобальный саммит, каждый год у нас проходит, если вы знаете. И один из спикеров, это бывший спецназовец британских служб, британский спецназовец, вот он до сих пор занимается разными экстремальными там занятиями, там прыгает с парашюта и так далее. И вот он рассказывал, как он проходил экзамены, когда хотел поступить вот в этот полк специального назначения британской армии. И он говорит, первый раз я не прошел, потом год готовился, и потом вот наш 90 новобранцев. И эти 90 новобранцев все мечтают быть зачисленными в этот полк специального назначения, спецназ. Он говорит, мы все готовились, и вот один этап, другой этап, в результате остается около 20 человек от 90. И говорит, следующий этап я никогда не забуду. Когда мы переходили через гору, это была зима, это был леденящий холодный дождь. И говорит, мы перебирались через эту гору, мы перебирались и перебирались, мы шли и шли, он не уточняет сколько времени, они там шли, но он описывает свое состояние, и он говорит, мы все были промокшие, мы все были продрогшие, сил просто не оставалось, потому что мы все время тащили эти рюкзаки и все с собой. И вот через эту гору, огромная какая-то гора, и вот мы спускаемся вниз, и мы видим, что там внизу машины, свет фар, и мы понимаем, это нас ждут. это означает, что там отдых, такая мечта просто, этот отдых, наконец-то, после этих трудов мы сможем отдохнуть, и говорит, из последних сил, падая, поднимаясь, мы добираемся до этих машин, и говорит, как только мы к ним приблизились, вдруг зазвучал рев моторов, и они поехали. А нам сказали, что они нас будут ждать на другой стороне горы. он говорит, несколько вот этих новобранцев, они просто упали прямо там, и сказали, это нереально, просто нереально, это правда, как он описывает, это понятно, это просто нереально было, опять перейти через эту гору, это нереально, это невозможно, они выложились полностью, они отдали все свои силы, чтобы оттуда перейти сюда, сделать обратно, это невозможно. Кто-то оценил ситуацию, подумал, бред какой-то, и рухнул прямо там, он говорит, нас осталось четверо, и мы вчетвером двинулись в сторону этой горы, он говорит, мы не прошли 200 метров, как услышали шум возвращающихся машин, они приехали, чтобы забрать нас на отдых, все, что им нужно было, это увидеть, кто на что способен, кто остановится, когда силы человеческие заканчиваются или закончились, а кто сможет по слову Божьему сделать следующий шаг в неизвестность, в трудность, в непреодолимость, но именно туда приходит сверхъестественный Бог, чтобы исполнить свою сверхъестественную волю. Я убежден, что волю Божью сверхъестественного Бога невозможно исполнить человеческими силами, и чтобы быть в Его команде, все хотят быть в Его команде, все хотят, чтобы иметь эту близость с Богом, все хотят Его слышать, Его понимать, но не все готовы делать следующий шаг, когда силы человеческие полностью заканчиваются. Я вижу, что у многих людей, у большинства, скорее всего, людей, есть такая склонность, чтобы просто оправдать свое бессилие, чтобы объяснить, почему я не могу сейчас быть послушным тебе Бог, почему я не могу встать раньше, почему я не могу помолиться, почему я не могу сейчас послужить этому человеку, почему я не могу прийти туда, куда мы договаривались, что мы придем и сделаем это. У людей так много объяснений, и в принципе они все понятные, они говорят, мы все целый день протрудились, если я сейчас раньше не лягу спать, я не смогу раньше встать, если я сейчас не высплюсь, как я завтра буду работать. Нам всем же понятно, правда? Нам же все понятны эти рассуждения, это же обычные человеческие рассуждения, но если ограничить Бога до наших человеческих сил и способностей, то мы не сможем исполнить Его волю, мы не сможем быть по-настоящему в Его команде. Он говорит, только тот, кто отречется от себя, возьмет мой крест и пойдет за мной, только он сможет быть моим учеником. Аминь. Следующее качество, которое я хочу вам предложить. Итак, первое, это способность трудиться не своими силами. Скажите, о, да, я хочу сверхъестественных сил. Да, только учти, они начинаются там, где твои человеческие заканчиваются. если ты хочешь, чтобы и твои еще не закончились и сразу уже вот этот предаток получить, можешь разочароваться. Бог подождет, пока закончатся твои человеческие силы, и потом туда приходит то, что мы называем Божья благодать. Это сверхъестественная сила, это сверхъестественная помощь, это сверхъестественная возможность и так далее. Все с приставкой сверх. Следующему качеству мы можем с вами научиться у следующих двух учеников, будущих учеников Иисуса Христа. Кто помнит, как их зовут? Их зовут Иоанн и Иаков, братья Завидеевы. У них был отец Завидей. И знаете, я обратил внимание, что про них не написано, что они были рыбаки. Скажите, ну они же были рыбаки. Ну так-то они были рыбаки. Но похоже они были какие-то не такие рыбаки, как вот перед этим, про которых я рассказывал. Вот про тех написано, что они рыболовы. А про этих написано, знаете, что? Что они были с отцом своим. Там отец, похоже, больше был рыбак. Отец их тащил, отец их вдохновлял, но их качество, они два взрослых парня, они были со своим отцом. Они поддерживали его руки. Они не бросали его. Они были ему по-настоящему помощью. Давайте, может быть, прочитаем Евангелие от Луки. Спасибо. Евангелие от Матфея, 4 глава, 21 стих. Оттуда идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Спасибо. Дорогие, следующее качество, которое, может быть, не будет звучать сильно ярко. И вы, может быть, подумаете, ну неужели это реально такое качество, которое цепляет Бога так, что Он приглашает этих людей в свою команду. Я думаю, да. Это первая заповедь с обетованием. Написано, почитай отца своего и мать свою, и ты, гни твои, продляться на земле. Это первая заповедь из всех заповедей, из всех заповедей это первая, после которой следует сразу обещание, что ты увидишь результат, ты увидишь плод в своей жизни. Просто от исполнения или не исполнения этой заповеди. Почитай отца и мать. И то, что увидел Иисус у этих двух учеников, они были со своим отцом. Они помогали ему, они благословляли его. Знаете, еще выдержка из проповеди или из одной сессии. И мы слушали одного специалиста, он директор исследовательского, крупнейшего исследовательского института в США. И этот директор, они занимаются исследованием поколений и взаимодействием между поколениями, взаимоотношениями между поколениями. И вот этот директор говорил, что мы все делимся на разные категории людей, на разные возраста, и по этим возрастам мы по-разному можем реагировать, воспринимать реальность, оценивать нашу жизнь и так далее. Оценивать реальность и так далее. Так вот, он сказал, что, допустим, вот мое поколение, наше поколение, это вот наша категория людей, возрастная. И поколение, допустим, моей младшей дочери Лизы, то есть разница между этими поколениями не просто, как обычно поколение, следующее поколение, мы все понимаем, что, ну вот, следующее поколение, оно другое, и так далее. Там дети говорят, ну, это предки, вот, ну, грубо говоря, да, что они там чего-то не понимают, не догоняют, вот мы продвинутые. А, значит, родители говорят, ну, вот мы вот так вот жили всегда, а вы ничего не понимаете, и так далее. Ну, разница в поколениях всегда, в общем-то, нам была известна. Но этот специалист сказал, что разница между, вот, нашим, допустим, поколением и поколением, вот, как моя дочь младшая, разница такая, как будто между ними еще одного поколения не хватает. То есть разница настолько велика, настолько громадная, что можно очень легко потерять это поколение. Очень легко можно просто не понять это поколение. И это поколение может очень легко не понять нас, считая, что мы просто отсталые какие-то и не понимаем. Друзья, но то, что я заметил, опасность в этом новом поколении, в том, что они достигают цели, они могут быть очень целеустремленными, они используют те технологии, которые сегодня, значит, общество наше имеет. Они достаточно развитые, они ловкие умом, но в этой гонке они очень часто пропускают те ценности, которые сформированы у нас. Просто доброта, любовь, взаимовыручка, помощь. Они иногда готовы просто пролететь, даже не заметив, что они кого-то ранили, обидели. А у нас это есть, мы можем это передать, но нам кажется, что они такие поверхностные, они на огородах работать не хотят, они дом строить не хотят, они ничего не хотят, они такие просто бежать, они говорят, что легкие пути есть, а мы знаем, что легких путей не бывает. Они говорят, бывает, мы вам докажем. И они реально доказывают. Можно не тратить много времени и зарабатывать много денег. У них получается, они умом более сообразительные, чем мы. Мы очень нужны друг другу. Наше поколение и следующее, это поколение, мы нужны друг другу. Без них мы можем зависнуть со своими ценностями и быть неэффективными, ни в служении, ни в жизни. Но они без нас могут пролететь и остаться просто без ценностей, которые сделают их пустыми, мертвыми, и они могут иметь много денег и в результате быть разочарованными. Драгоценные, мы нужны друг другу, но для того, чтобы нам обогатить друг друга, нам надо научиться понимать друг дружку. Нам надо правильно относиться. Это заповедь древняя, но она как никогда сегодня современная. почитай своего отца, уважай свою маму. Вы подумаете, это тебе надо было на молодежном служении наверное проповедовать. Может быть, но я хочу вас спросить, как вы сегодня относитесь к своим престарелым родителям, если они еще у вас есть? Как вы разговариваете? Я иногда просто в шоке от того, что я слышу, когда кто-то говорит, да, 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 мам, короче, надоело, хорош, хорош, ты опять, я все понял уже тысячу раз, все хорошо, давай потом расскажешь, ладно, сейчас некоторые я тороплюсь. Не, уже не так, да, видите, я из того поколения, вот привычка, да, они вот так, вот так, там еще, или вот так, все поговорили, понимаете, или папа, папа, ты опять, ну ты не можешь этого понять, что ли? Ну дважды два, четыре, что ты не соображаешь, папа? Короче, все, надоел. Наши, ваши дети слышат ваш разговор с вашими родителями. Это огромное влияние, это очень мощный вклад, ваш вклад в жизнь ваших детей. Давайте подумаем, как мы сегодня разговариваем, как мы относимся к нашим родителям. Конечно, они могут чего-то не понимать, конечно, они вообще, знаете, как назвали в этом исследовательском институте, молчащие. Они вообще, они уже молчат просто. Они уже молчащие, они даже не понимают, что здесь происходит в этом мире. Если нам хоть трудно понять, даже нереально иногда, то им вообще что-то непонятно. Но заповедь эту никто не отменял. почитай отца и мать. Понимаете, Иисус, выбирая своих учеников, Он не увидел особого рвения в труде, может быть, у этих двух, но Он увидел, что они вместе, и Отец был у них мудрый. Они бы не ушли просто так. Отец их, по всей видимости, благословил. Отец, зная, веря, видя все, что происходит, Он сказал, да, мои сыновья, это самое лучшее, что вы можете иметь в своей жизни. Будьте благословенны, идите. И Он отпустил своих, этих двух сыновей, зная, что они верны. Последнее, третье, то, что я хочу предложить вам. Евангелие от Матфея 9.9. Давайте прочитаем. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора, пошлин по имени Матфея. И говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. Левий Алфеев, как его звали, сегодня мы знаем его как Матфей. Матфей, древняя история утверждает, что именно Матфей написал Евангелие, которое мы сегодня имеем. Он написал его чисто на еврейском языке, специально для своего народа, выражая любовь к своему народу. Он первый написал Евангелие для своего народа. Но кем он был? Он был человеком, которого поставила римская власть. В общем, римская власть. Они расставляли для сбора налогов не своих солдат, они расставляли людей из самого народа, из израильского народа. Расставляли людей, чтобы те собирали налог со своего народа, но зарплату им не давали или давали очень мизерную. Но при этом они разрешали брать с народа больше, чтобы обеспечить себя. И поэтому кто на что гораст, они вынуждены были в таких условиях выживать, и они брали больше, зачастую намного больше со своего народа. И весь народ это знал и ненавидели. Это были мытари. Это были, их называли, вот говорили, грешники и мытари. То есть есть грешники, а есть мытари. Это еще хуже грешников. Их просто терпеть не могли. И вот этот Матфей, написано, что он сидел, знаете, все, что о нем написано, но при этом Дух Божий оставил нам это как пример. Почему-то Иисус обратил именно на него внимание. Не видно, чтобы он там сильно пылал к работе, он вообще не хотел ничего уже делать. Не видно, чтобы он кого-то уважал, кого он своих родителей же обобрал. Он всех предал. Все, что он делал, все, о чем Писание говорит, он сидел. И заметьте, три евангелиста в Евангелии от Матфея, в Марка и в Евангелии от Луки написано одна и та же фраза, он сидел у сбора пошлин. Я обратил внимание на это слово. По всей видимости, оно означает больше, чем просто сидел. Он сидел, это значит, он не хотел больше ничего в жизни. Это представитель людей, которые понимают, что с трудолюбимом у меня плохо и родителей, и предал я. Это категория людей, которые понимают, что они недостойны прощения. Они недостойны какой-то новой жизни. Там жизнь вокруг будет кипеть. Они будут просто сидеть. Они не хотят поднять даже глаза. Они не верят, что в их жизни хоть что-то доброе может произойти. этим человеком был Матфей. Он был просто опущенным человеком. Это люди, которые могут иметь достаточно денег. Они прорвались в жизни, они заработали деньги, но они никому не нужны. И они знают это. И они просто сидят. Они не хотят ничего делать. Они не хотят никуда двигаться. А может быть, у них наоборот уже ничего нет, и они так же никому не нужны. И они внутри понимают, они никому не нужны. У них никогда ничего в жизни не будет хорошего. Знаете, я что увидел? Именно на этого человека обратил внимание Иисус. И он сказал, следуй за мной. И все эти три евангелиста, они отмечают, что он поднялся. Я посмотрел в оригинале слово поднялся. Оно означает не просто, что он встал. Оно означает, что он как воскрес из мертвых. Там это слово очень яркое. Оно переводится как восставать, подниматься, восставать, воскрешать из мертвых. Это то, что произошло с Матфеем. Люди, которые, я думаю, почему Иисуса привлек этот человек? Потому что эти люди уже не думают о себе. Они уже не мечтают о себе. Они готовы учиться, если удастся кому-то их поднять. Они готовы к чему-то новому. Они, может быть, всего лишились, им нечего терять, они не боятся чего-то потерять. И я заметил, те люди, которые опустились до дна, они потом бывают самыми яркими последователями Иисуса Христа. Им уже ничего не страшно. Они уже ничего не боятся потерять. Они готовы просто слеп последовать за Иисусом, потому что понимают у Него источники жизни. Таким человеком был Матфей, Евангелие которого мы сегодня читаем. Иисус поднял его, и он последовал за Христом. Кто ты сегодня? В какой категории ты себя увидел? Я не знаю. Но я знаю, что Бог кому-то сегодня говорит, следуй за мной. Следуй за мной. Если ты хочешь, чтобы Бог обратил на тебя внимание, конечно, не надо доходить тебе до дна. Это мы не специально все делаем. но Бог кому-то сегодня говорит, следуй за мной. Поднимайся. Поднимайся. У меня есть для тебя судьба. У меня есть для тебя что-то новое. Я предлагаю вам встать, друзья, для этой молитвы. Бог и сегодня ищет людей в свою команду. Кто верит в это? Аминь. Бог сегодня ищет человека в свою команду. Он ищет людей, которые последуют за Ним. Точно так же, как последовали Петр, Андрей, Иоанн, Иаков, Матфей, другие ученики, о которых подробно здесь не описано, но они последовали также за Христом. Сегодня Господь написано ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе и Истине, которые пойдут за Ним туда, куда Он поведет. Отец Небесный, я прошу, чтобы Ты, говоря Слово в нашу жизнь, осветил наши сердца. Я прошу Тебя, Небесный Отец, чтобы Ты поднял каждого, кто нуждается в этом, чтобы Ты протянул руку каждому человеку, который уже не мыслит о себе, который не мечтает о себе и который, может быть, просто крест уже поставил на себе. Я прошу Тебя, Иисус, в конце этого года, Господи, проговори в сердце этого человека, оживи, наполни Твоей благодатью, Господи, подними, воскреси сверхъестественно, Отец Небесный, и даруй нам жить так, чтобы Ты мог обратить свое внимание на нас. даруй даруй нам, Господь, научиться трудиться и не изнемогать. Научи нас, Господь, не ограничиваться теми силами, которые у нас есть человеческие, даруй нам поверить и поступить по Слову Твоему. Господи, мы на Тебя надеемся. Господи, в это утро мы пред Тобою предстоим. Мы ожидаем, что Ты благословишь этот Новый год, что Ты обратишь наше внимание, свое внимание на нас, Господи. Поэтому мы принимаем Твое Слово. Мы хотим трудиться так, чтобы Ты обратил внимание свое на нас, Господи. Научи нас почитать родителей, научи нас исполнять эту заповедь, Господи, и хранить эти отношения как нечто очень драгоценное. Я прошу Тебя, благослови наши отношения с родителями в этом новом наступающем году. Помоги нам попросить прощения, смириться, если нужно, чтобы не притащить никакую боль или обиду из старого года. Господи, освящай нас, благословляй в это утро и наполни Твоей божественной благодатью. Мы будем поклоняться Тебе, мы будем превозносить Тебя, Господь, мы будем ожидать Тебя, и мы будем следовать за Духом Твоим Святым. Великий Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok